Всем огромный-огромный привет, дорогие наши зрители, наши любимые подписчики. Всех очень рада видеть у нас в гостях на нашем канале. День я начинаю, как обычно, ну, как и все, наверное, мамочки, взрослые дети, заправляя кровать. Вы знаете, вот с утра всегда заправлять стараюсь кровать, и детей этому учу, чтобы не было такого как бы беспорядка. Всегда хочется, чтобы, знаете, зашел в комнату и чувствую, что тут порядок, ничего не валяется, все собрано аккуратненько. Смотрите, какой я необычный сувенир привезла с последней ярмарки. Там у нас были соседи, которые делают игрушки, корзинки всякие, я не знаю, очень много всего, домашние утвари из прутиков, из дерева. И я такая приглядела корзину, думаю, какая классная корзина, не эта, а другая, там поменьше в два раза была. Говорю, какая она у вас просто вот супер, вот то, что надо, но единственное маловато. И мне вынесли вот эту огромнейшую корзину, говорят, у нас есть побольше, вот такой размер. Я говорю, вот это наш размер, супер просто. И вы знаете, так удобно. У меня всегда был икеевский таз, такой пластиковый, у него треснули ручки, видимо, это болезнь у всех тазов. И как-то было мне с ним неудобно. Это во-первых. Во-вторых, у меня не вмещались туда все вещи, которые у нас сушатся в сушильной машине. И я все думала, какую бы мне придумать такую систему хранения для чистых вещей. И вот, представляете, подвернулась эта корзина. Мы приехали домой, обдали ее кипяточком, помыли, и теперь она у нас для чистого белья. Я вообще думаю, знаете, что сделать? Шить туда такой чехольчик из хлопка плотного, чтобы было еще красивее. Мне кажется, будет прям так очень уютно и по-домашнему. Вообще, я понимаю, что мне очень нравится стиль кантри. Вот и по посуде, вы, наверное, заметили, и по всяким товарам как раз, вещам обихода. Это корзиночки, постельное белье, покрывало, одеяло. В общем, я очень люблю, когда такое все деревенское, можно сказать. В общем, Маша мне тут пришла помочь. Она очень любит, сейчас у нее прям возраст такой, раскидывать вещи. Просто она подходит к своему комодику маленькому, открывает там, и все раскидывает на пол. Потом она идет к Полине в комнату. У Полины тоже есть комод с вещами, ну, такими ящичками выдвижными. Они на ее уровне, и она с большим удовольствием выкидывает ей вещи прям из всего комода. Ну, Полина на нее не злится, слава богу. Маша у нас такая отдушина, все приходят. И первым делом со школы они ее зацеловывают, на ручках ее носят туда-сюда. Вот, тут я позвала уже ребят, чтобы они забрали свои вещи чистые, стопочки каждый свои забрал, и разложили по шкафам. Конечно, потом я прохожусь сама по этим шкафам и смотрю, кто как положил, кому надо. Я поправляю, например, Федя, он просто подойдет, эту стопку затолкает в шкаф, как попало, и, ну, сами понимаете, там ничего аккуратно не получится. И я подхожу и аккуратненько складываю. Но главное, чтобы донесли до шкафа. Вот это задача моя. Тут я посадила мальчишек, чтобы они разбирали носочки по парам. Потому что так сидишь один, и тебе грустно как-то, что-то носки собираешь. А так они к тебе придут на помощь, весело, туда-сюда, там носками этими покидаются, соберут. И уже как-то время быстро пролетает, носки собираются сами. Но у нас все равно какая-то нереальная куча остается носков без пары. Не знаю, как так получается. Мне уже советовали и мешок завести для носков, чтобы прямо туда складывать. Но, вы понимаете, я могу сложить в мешок, а кто другой загружает у нас стиралку, тот, наверное, не будет заморачиваться. Вот. Тут мы садимся с малышами делать уроки. У меня не раз были комментарии, как вы делаете уроки. В общем, сегодня расскажу. Купила вот такие штампики детям, как раз кто ходит на занятия, Лука и школьники. Очень удобно подписывать все их задания, все их вот альбомчики, книжечки, листочки, тетрадочки. Очень удобно, просто вообще. Также я взяла такие термонаклейки для одежды. Никогда в жизни не брала. Но в этом году Алеша пошел в первый класс, и нам прям настоятельная учительница написала, что я вас очень прошу, родители, пожалуйста, подпишите все. От носок до курток, потому что все теряется. Потом мешками вывозится эта одежда. И никто не может найти свое, никто не признает, где чье. В общем, сделала им эти термоэтикетки. Очень удобно. Всем все подписала. Даже кроссовки взяла прям утюгом эти термоэтикетки, прилепила. Очень удобно. Вообще никогда этого не делала. Еще раз повторюсь, да сколько у меня школьников Алеша пятый. И вот только на нем все-таки у меня руки дошли это сделать. Хотя столько теряли мы и обуви, и физкультурные формы. А что, наверное, действительно это будет палочка-выручалочка. Я обычно сажусь делать задания и уроки со всеми детьми. То есть, допустим, вот сейчас у меня Федя с Лукой дома. Я с ними сажусь двумя, не по очереди, а вот именно вдвоем. Потому что и мне так удобнее. И, вы знаете, дети даже иногда друг другу помогают. И это тоже очень важно, чтобы какая-то была взаимопомощь у них между собой. Тут в основном, конечно, я читаю задания Феди. Лука знает уже и так, как ему делать. Вот подсказывают Феди, конечно, периодически. Но, в общем, вместе-вместе и как-то так веселее и дружнее. И вот приходят они такие все уставшие. Со школы обычно хотят тоже поделать со мной уроки. Просто, наверное, потому что хотят со мной провести время, я думаю. Ну, а мне чего, мне несложно. Я очень рада, когда они все вместе за стол садятся. И это вообще здорово. Это замечательно. Все-таки вот сейчас смотрю, какая красивая у нас клееночка на столе. Она мне прям намного больше нравится, чем скатерть. Скатерть – это, конечно, вариант, когда гости приходят. Положить скатерть, накрыть ее клееночкой. И такой вот прозрачной. И будет как-то празднично. А здесь можно обычную вот такую вот скатерку положить. Клеенчатую. И тоже замечательно вообще. Ее и не жалко. Она недорогая. Что-то мы покупали ее на рынке. 400 рублей. 2 метра вышло у нас. Или 500, я не помню. Ну, она такая достаточно большая. В общем, я довольна, как не знаю кто. Мне очень нравится, когда вот дома все красиво. Еще есть у меня некоторые мысли по переделке здесь дома. Вот, хочу перестановочку сделать. В общем, муж меня пока об этом не знает. Я думаю, посмотрит видео, как раз узнает. Еще хотела вам параллельно рассказать, что мы сделали группу ВКонтакте. Теперь мы там есть. Обязательно оставлю вам ссылочку под видео. Обязательно, просто я вас очень прошу, если вам не сложно поддержать нашу семью, переходите туда. Подписывайтесь. Там, на самом деле, очень интересные видео. Начинаются они как раз с самых наших первых видео. Вот, чтобы вам не искать их в Ютубе, они там вот уже будут подборка. Прям очень интересно. В общем, друзья, если не сложно, прошу вас, пожалуйста, переходите, подписывайтесь. Подписывайтесь, будем вам там тоже очень рады. Потому что мало ли чего, как дальше сложится, а так вы будете нас видеть всегда. Первая лужа твоя, Маш, да? Нет, 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 нет. Давай вот так лучше, ногами делай, вот так. Делай ногами вот так. Делай. Ну, а это я решила вам показать, как мои гуляли после храма в воскресный день. Пошли они гулять в нескучный сад, кажется. И, да, нескучный сад. И там Маша у нас просто влюбилась в лужи. Это просто не остановить. Где Леша, Маша? Вот такое вот каштановое дерево. Где-то? Это каштановое дерево. Вот каштан, смотри, Маша. Маша, вот каштаны. На. Тише. Сделай как было. Батуты они себе устроили. Только аккуратно, Лё. Сильно далеко не залезай. Раз, два, три. Маша, ты что там? Ты набрала, да, Маша? Нарязная уже что-то у тебя там. Что ты съела, Маша? Дай мне. Что-то у тебя есть во рту? Нет? А? О. Каштанов набрала, Маша. Целый подол, да? Целый нашел, да? Ну-ка. О, такой, видишь, он колючий. Маша, смотри, какой есть. Нет? Колючий, да? Глазно? Глазно? Субтитры делал DimaTorzok 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 В общем, работает безотказно Пока мы здесь делаем уроки все вместе Люша у меня занималась онлайн Я на самом деле очень хорошо отношусь к онлайн занятиям Если ребенок может сфокусироваться Потому что есть детки, которым вот ты хоть пять компьютеров поставь Они просто не могут вообще свое внимание заострить Они будут по сторонам Смотрите, их будут отвлекать все на столе Вплоть до ручек, бумажек, лампочек я не знаю, все подряд, есть детки вот, которые сядут, спокойно занимаются они очень вдумчивые, они очень четко все понимают, поэтому если ребенку дано заниматься онлайн, почему бы и нет можно помочь ему, да, там настроить компьютер, еще что-то, организовать ему тишину, обязательно, чтобы никто не отвлекал, ну и пусть занимается на здоровье вот, ну мы тут решили почитать помните, я вам рассказывала про издательство Никея, вы знаете, прочитали уже почти все книжки, какие можно было с детками прочитать, дети довольны, мы одну книжку, например полуношный пароход перечитали несколько раз можно, кстати, говорить и полуношный, и полуношный вот, ну а видео мое подошло к концу буду с вами прощаться, дорогие друзья и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok